Тайны сна В течение всей жизни мы спим в среднем 20-25 лет. Но зачем? Ученые не знают до сих пор. Эта тайна с незапамятных времен ставит нас в тупик. Представьте себе, мы спим треть жизни и не знаем, почему это делаем, с какой целью. Сон – одна из величайших тайн природы, над разгадкой которой бьются ученые. Сейчас, получив возможность заглянуть в спящий мозг, ученые оказались на грани замечательного открытия. Вполне вероятно, что самое важное назначение сна – дать нам возможность видеть сновидение. Спящий мозг В 1950-х годах исследователи, работавшие в новой области науки о сне, начали измерять электрическую активность спящего мозга. Вскоре они обнаружили, что во сне мозг не находится в состоянии покоя, как считалось раньше. Оказалось, что на самом деле мозг во время сна проходит серию трансформаций. Когда мы засыпаем, волнограмма активности мозга меняется. Переступив за грань бодрствования, мы задремываем. Это первая фаза сна. Постепенно мы погружаемся в бессознательное состояние более глубокой степени – вторую и третью фазу сна. Затем, спустя примерно 20 минут, мы вступаем в четвертую фазу сна, самую глубокую, когда мозг находится в состоянии покоя. Ученые называют такой сон медленным, из-за неинтенсивной мозговой активности, которая регистрируется в такой период. Однако через 90 минут характер электроэнцефалограммы внезапно меняется. Появляются резкие отрывистые колебания, свидетельствующие о всплеске мозговой активности. Это нечто удивительное. Помню, когда я впервые такое увидел, то сначала не поверил своим глазам. Медленный ритмичный рисунок исчез, как будто человек проснулся. Это было потрясающе. Но человек крепко спит, и можно различить лишь подергивание глазных мышц. Такое состояние было названо «быстрым сном». Если не видеть движение глаз, а смотреть только на электроэнцефалограмму, то трудно отличить быстрый сон от состояния бодрствования. Активность мозга такая же, как у неспящего человека. Периоды быстрого сна наступают с точностью часового механизма, с интервалами в полтора часа. Во время быстрого сна мозг более активен, чем в моменты бодрствования. И лишь когда первые ученые и исследователи начали будить испытуемых в разных фазах сна, стала понятна причина внезапных всплесков мозговой активности. Если разбудить человека в третьей или четвертой фазах сна и спросить, что ему снилось, он ответит «ничего», поскольку очень крепко спал. И только в стадии быстрого сна человек может наблюдать различные образы. Майкл, проснись. Скажи, тебе сейчас снилось что-нибудь? Да. Я был в цирке и смеялся над клоуном в большом красном костюме. Если разбудить человека во время так называемого быстрого сна, он скажет, что ему что-то снилось. А если разбудить его в любой другой период, в большинстве случаев он скажет, что снов не видел. То есть происходит полноценный процесс мышления, о котором человек может рассказать, если его разбудили. Это все, о чем я думал. Ладно, спасибо, можешь спать дальше. Работа исследователей сна в значительной степени зависит от наших воспоминаний о сновидении после пробуждения. Несмотря на то, что можно измерить электрическую активность спящего мозга, способ записывать сновидение в процессе еще не был изобретен. Но даже составленные сразу после пробуждения отчета о снах не отражают всей картины того, что снилось. После пробуждения человека химический состав его мозга быстро меняется, и сны ускользают от большинства из нас. Другой замечательный аспект быстрого сна, который, на мой взгляд, плохо изучен и недооценивается, это то, что человек не помнит сна. Он пробуждается от состояния быстрого сна, и воспоминания о том, что было у него в голове, исчезают, и это необычайно. В этом-то и заключается одно из наиболее важных отличий от бодрствования. Мозг человека рисует изображения. Это абсолютно новые нереальные образы и картины, которые очень быстро пропадают после пробуждения. Быстрый сон обладает абсолютно иными характерными чертами, отличающими его от других фаз сна. Например, во время медленного сна, несмотря на то, что мозг бездействует, мы, тем не менее, можем двигать тело. Лунатики ходят именно в этот период сна. Однако во время быстрого сна мы парализованы. Двигаться способны только мышцы грудной клетки, позволяя нам дышать, а также глазные мышцы. Такое состояние называется сонным параличом, и мы каждый раз испытываем его, вступая в фазу быстрого сна. Сонный паралич – защитный механизм. Таким способом природа уберегает нас от повреждений, которые мы можем нанести себе или окружающим, когда нам что-то снится. Его наличие доказывает, что эволюция прошла огромный путь, чтобы сохранить то состояние, в котором мы видим сны. Но почему сны так важны для нашей эволюции как вида? И когда мы начинаем видеть сны? Младенцы до 9 часов в день пребывают в состоянии быстрого сна, но неизвестно, когда люди начинают видеть сны. Мы понятия не имеем, когда детям начинают сниться сны. Нам известно лишь, что они много времени проводят в фазе быстрого сна. Мы не знаем, когда нервная система настраивается в достаточной степени, чтобы поддерживать визуальные образы в течение какого-то времени. Тем не менее, установлено, что некоторые дети вскрикивают по ночам, как будто им снятся кошмары еще задолго до того, как начинают говорить. Находясь в чреве матери, плод большую часть времени находится в состоянии быстрого сна. Но, вероятно, по причине того, что ему не нужна защита, сонный паралич еще не развился. Основное состояние человеческого организма до рождения – быстрый сон. Все удары и тычки, которые будущая мать чувствует в последнем триместре беременности, воспринимаются большинством людей как движение бодрствующего малыша. Но на самом деле все они производятся во время быстрого сна. Быстрый сон свойственен не только людям. Его также отмечают у всех видов млекопитающих, даже самых крупных. Видят ли животные сны? Трудно сказать. Их об этом не спросишь. Но, насколько мы знаем, с точки зрения физиологии это вполне возможно. Можно предположить, что происходит что-то необычное, потому что физиологические их состояния идентичны нашим. Электроэнцефалограмма у собак и кошек в этот период такая же. Мы видим те же движения в век, подергивания конечностей. Причем быстрый сон присущ не только высшим животным. Утконос, который является самым примитивным из всех яйцокладущих млекопитающих, пребывает в состоянии быстрого сна в шесть раз чаще, чем люди. Он жил в тот же период, что и последние динозавры. А значит, возможно, даже динозавры видели сны. Но чтобы узнать, что снилось динозаврам, нам пришлось бы спросить их самих. Быстрый сон и, возможно, сопутствующий ему феномен сновидений универсален. Сны сопровождают нас, ровно как и других животных, в течение всей жизни. Но означает ли тот факт, что всем нам присущ быстрый сон, что он имеет какое-то биологическое предназначение? Может быть, сны каким-то образом важны для нашего выживания? Что было бы, к примеру, если бы мы не видели снов? В 70-х годах одному из ведущих специалистов в области исследования сна пришла мысль лишить группу студентов возможности видеть сны. В лаборатории добровольцев будили в конце каждого периода медленного сна как раз в тот момент, когда должна была наступить фаза быстрого сна. Как оказалось, люди, лишенные быстрого сна, начинали видеть сны наяву. С каждым студентом-медиком, с которым я работала, находился сопровождающий, который должен был следить, чтобы тот не дремал в течение дня. Так что эффект от лишения быстрого сна ночь от ночи накапливался. Я как-то спросила, ну как сегодня? Я бодрствовал, последовал ответ, но все это время между мной и преподавателем мелькали какие-то посторонние образы. То есть, сновидения вторгались в реальность. Похоже, потребность видеть сны настолько велика, что мозг, лишенный этой возможности, пытается компенсировать потерю. Даже если это значит грезить наяву. Доктора Картрайт ждал второй сюрприз. В конце эксперимента студентам было позволено нормально поспать. К ее удивлению, число фаз быстрого сна увеличилось, значительно превысив их количество в обычную ночь. Как будто мозг пытался наверстать упущенное время. Если человека лишить возможности видеть сны, он не просто упустит их, а будет компенсировать, и как только получит возможность полноценно выспаться, он начнет видеть сны раньше. Первый сон будет более длительным, насыщенным. Движения глаз будут более интенсивными. То есть, произойдет как бы всплеск, если угодно, чтобы компенсировать нехватку снов. Возникает несколько основных вопросов. Нужны ли нам сны? Не думаю, что все происходит случайно. В природе у каждого явления есть своя причина. Любой человек каждую ночь видит сны. И если кто-то говорит, что не видит снов, значит, он их просто не помнит. Сны – неотъемлемая часть биологии каждого человека. И если придерживаться теории эволюции всех видов с точки зрения выживания сильнейших, можно предположить, что они служат какой-то цели. Мы можем и не знать назначение сновидений. На этот счет существует множество теорий и предположений, но поверить в случайность этого явления очень сложно. Однако, если нам необходимо видеть сны, то зачем? Спустя 40 лет после первых экспериментов по прерыванию сна, мы, возможно, получим ответ на этот вопрос. На этой пленке шестилетняя Робин Дженкинс, видео было снято ее родителями, Марии и Джо, обеспокоенными необычным состоянием дочери. Снял? Да. Стоит Робин испытать хоть какие-то эмоции, у нее слабеют мышцы, и она падает. Значит, ей приходится избегать любых потрясений. А это очень сложно. Давай, давай, садись, давай. Ей слишком сложно плавать, прыгать, играть в какие-то игры, смотреть телевизор. Она не может выйти и поиграть сама с собой, не может кататься на велосипеде. В ее жизни совсем нет забав. Давай, Робин, ты можешь встать? Робин страдает заболеванием, известным как нарколепсия. Оно связано с нарушением быстрого сна. Ну, давай, вставай. Нарколепсия возникает при внезапном вторжении быстрого сна в состояние бодрствования. Обычно мы идем спать, если хотим идти спать. И быстрый сон наступает в определенные периоды в течение ночи. Однако баланс между быстрым сном и бодрствованием может быть нарушен. В таком случае, быстрый сон, тот самый период, когда мы видим сны, может в самые неподходящие моменты врываться в нашу я. Одна из характерных черт быстрого сна – паралич. Что происходит, если эта особенность быстрого сна прорывается в бодрствовании? Тогда внезапно наступает паралич, и мышцы обмикают. Такая потеря мышечного тонуса называется катаплексией и представляет собой главный симптом нарколепсии. Обычно приступ катаплексии провоцирует очень сильный всплеск эмоций. Это может быть гнев, волнение, смех. И когда человек испытывает такие эмоции, отличительное свойство быстрого сна проявляется, и мышечный тонус резко пропадает. Энни Эверсон начала страдать от нарколепсии в возрасте 30 лет. Раньше она вела активный образ жизни, а сейчас у нее случаются по 3-4 приступа катаплексии в день. И даже при наличии сиделки, какие-то действия, которые для нас считаются само собой разумеющимися, например, ужин с друзьями, могут быть серьезным воспитанием. Я нахожусь в полном сознании, все слышу. Если у меня открыты глаза, то я прекрасно все вижу. Я просто становлюсь как марионетка, у которой перерезали нити. Как и другие жертвы катаплексии, Энни находится в смешанном состоянии сознания. Она бодрствует и спит одновременно. Смешение сна и бодрствования также вызывает галлюцинации, во время которых сон перетекает в явь. Из-за таких снов наяву многим людям, страдающим нарколепсией, трудно отличить вымысел от реальности. Моя жизнь в сновидениях столь же реальна, как и действительность. Проснувшись, я не могу прекратить видеть сны. Иногда это продолжается весь день. То есть весь день мне что-то снится, даже, даже когда я бодрствую. Мало кто из врачей умеет распознавать нарколепсию, поэтому галлюцинации, описываемые пациентами, часто ошибочно принимают за признаки шизофрении. Если человек не знает о нарколепсии, он может неверно истолковать все признаки этой болезни. Очень часто люди считают, что в основе недуга лежат какие-то психологические причины. Были случаи, когда нарколептикам приходилось обращаться к 20 врачам, прежде чем им ставили верный диагноз. Причем эту болезнь могут вообще не распознать. В Сан-Франциско ученые пытаются найти средства для лечения нарколепсии. Попутно они, возможно, сделают важное открытие о предназначении сновидений. В Центре исследования нарколепсии в Стэнфордском университете доктор Эммануил Миньо держит целую свору собак, страдающих нарколепсией. Один из самых удивительных аспектов нарколепсии состоит в том, что это генетическое нарушение. Оно может передаваться из поколения в поколение, и у собак, больных нарколепсией, это особенно заметно. Можно разводить животных, страдающих этим недугом, и все они будут больны. Значит, мы можем обнаружить и выделить ген нарколепсии. Найдя такой ген, мы сможем, наконец, добраться до причины расстройства. И это было бы очень важным открытием. Обнаружив дефект, вызывающий нарколепсию, и исправив его, мы, вероятно, сможем лечить нарколепсию, или, по крайней мере, более последовательно помогать пациенту. У людей нарколептиков чаще всего причиной приступов слабости мышц бывают смех или волнение, встреча с другом, например. Для собак та же встреча с другом, это, конечно, приятно, но заставить их смеяться мы не можем. Тогда мы даем им вкусную еду или играем, и это хорошо действует. Не на меня, конечно, а на него. Ну, как тебе? Один из самых удивительных аспектов нарколепсии состоит в том, что существует устойчивая зависимость приступов от эмоций. А это значит, что эмоциональное поведение и быстрый сон взаимосвязаны. В этом-то, на мой взгляд, и заключается самый интригующий аспект заболевания. Миньо уверен, что пароксизмальный сон людей, страдающих нарколепсией, может дать разгадку к тому, как сны действуют на остальных людей. Так как эти неожиданные вторжения сновидений всегда провоцируются эмоциями, понимание их роли могло бы помочь разгадать тайны быстрого сна. Разные отделы мозга специализируются на разных типах мышления. Установив, какие области наиболее активны при быстром сне, вероятно, мы сможем точно узнать, как происходит мыслительный процесс, когда мы видим сны. Когда мозг переключается от медленного сна к быстрому, он переключается от медленного сна. Он переключается от практически полного бездействия к состоянию, которое близко к безумию. Но при этом всплеске активности одна область мозга крепко спит. В фазе быстрого сна большая часть мозга столь же активна, как при бодрствовании, за исключением самой развитой, самой совершенной области, большей части лобной доли. Здесь происходит самый сложный мыслительный процесс. и эта область спит во время быстрого сна. Когда эти участки не задействованы, мысли могут быть несвязными, странными, причудливыми, разрозненными, аллогичными, как в сновидениях. И пока часть мозга ответственная за сложное мышление спит, активизируется более примитивная область мозга. В периоды быстрого сна бурную деятельность развивает лимбическая система, отвечающая за наши эмоции и расположенная в более старой части мозга. Значит, начиная видеть сны, мы возвращаемся к примитивному, менее рациональному способу мышления. эмоции берут над нами верх. Мне приснилось, как мой сын держит мертвого младенца. Передо мной внезапно появилась сестра, она сказала, что на этот раз все действительно происходит со мной, что мне нужна помощь. Мы долго и страстно занимались любовью. Я знаю вас, вы скоро умрете. Почему вы умрете? Нужно ли нам видеть сны? Зачем? Может, они нужны, чтобы поддерживать нас в здравом уме, позволяя быть сумасшедшими ночью? Есть старая поговорка «Утро вечера мудренее». У многих из нас бывали случаи, когда мы ложились в кровать расстроенными или взволнованными, а просыпались на следующее утро с ощущением, что все не так уж плохо. Профессор Розалинда Картретт считает, что такая перемена настроения, которая происходит за ночь, не случайна. Она уверена, что пока мы спим, мозг работает над решением наших эмоциональных проблем. Для нас обычное дело отправится спать с какими-то неприятными эмоциями, которые крутятся где-то в подсознании. По мнению Картретт, когда мы вступаем в фазу быстрого сна, мозг начинает исследовать такие эмоции. Те жизненные ситуации, от которых у нас остаются негативные эмоции, ночью, а точнее с началом фазы быстрого сна, запускают в работу эмоциональную сеть, в которой хранятся подобные ощущения из схожих ситуаций прошлого. Первый период быстрого сна спящий мозг просматривает кластер негативных эмоций, а затем проигрывает их в форме сновидения. Значит, первый сон за ночь скорее всего будет самым неспокойным. А утром, институт, но это может быть самым неспокойным. Этот дурной сон – лишь первая стадия процесса сновидения. Во втором периоде быстрого сна мозг возвращается к решению эмоциональных проблем. Но на сей раз он начинает исследовать воспоминания в поисках решения проблемы. В течение ночи сны становятся все менее неприятными и показывают нам наши страхи в другом свете, помогая с ними справиться. Если мы ложимся спать возволнованными, расстроенными или разгневанными, не выплеснув эти чувства, не решив проблемы перед сном, сновидения дают возможность воспоминаниям найти способы обуздать эмоции, основываясь на предыдущем опыте. И тогда мы можем проснуться в нормальном настроении, не такими злыми, не такими напуганными, не такими взволнованными. Встать и встретить новый день. Сны заботятся о нашем психологическом благополучии. Делают они это автоматически, не прибегая к помощи сознания. В большинстве случаев лучше предоставить снам возможность делать свое дело, не нужно их анализировать или трактовать. Но иногда наши проблемы оказываются слишком серьезными для спящего мозга. И когда это происходит, нам не удается продвинуться дальше первой стадии процесса сновидения. Сны застопориваются, и проблема возвращается бесконечно в форме ночных кошмаров. Некоторые проблемы не решаются так просто, и одна ночь с этим не справится. Иногда мы ложимся спать с грузом серьезной проблемы, и нам начинает снится один и тот же сон, как будто игла скачет по заезженной пластинке ночь за ночью, снова и снова, как будто мозг сигнализирует, что у него не получается перейти в другую стадию, и ничего ему помочь не может. Когда Коллетт Донахью было 21, ее изнасиловал мужчина, которого она считала другом. Я внезапно поняла, что этот человек не в себе. Он вдруг набросился на меня и сказал мне, ты сделаешь это. Моей первой реакцией было, ты не можешь поступить так со мной, это неправильно. Но очень скоро я поняла, что пытаюсь убедить человека, которому нет никакого дела до того, что правильно, а что нет. Ему было абсолютно на это наплевать. Он просто знал, что хотел сделать, и совершил то, что собирался, показав свою истинную сущность. Меня преследовало ощущение, что я должна была убежать, что не должна была пытаться уговорить его, что должна была сделать все возможное, чтобы удрать. Я помню, когда была маленькой девочкой, говорила, что если кто-то попытается изнасиловать меня, я скажу ему, чтобы он лучше меня убил. Оказавшись же в действительности в ситуации, угрожавшей моей жизни, я позволила ему изнасиловать себя, лишь бы остаться в живых. Долгие годы после этого случая Колетт боялась мужчин и продолжала чувствовать вину за то, что не дала отпор своему обидчику. Когда она рассказала своему врачу, что ее постоянно мучают кошмары, тот направил ее к доктору Картрайт. Мне снилось, что я встречаю рассвет на озере. Я выглядываю в окно и вижу, как по Лейкшор Драйв едет машина, и внезапно понимаю, что в ней мужчины, которые меня изнасилуют. Я выхожу из здания и иду в ресторан, где я разговариваю с двумя женщинами, думаю про себя, как это грустно. Ведь я никогда больше их не увижу, потому что очень скоро меня убьют. Я выхожу из здания на улицу и вижу, что молоденькая официантка, с которой я болтала, стоит обнаженная со связанными над головой руками. Ее истязают. И я понимаю, что очень скоро меня ожидает та же участь. Со мной сделают то же самое, что сейчас с ней. Потом они приходят за мной, и я в ужасе просыпаюсь, прежде чем со мной что-то происходит. Я всегда просыпаюсь в тот самый момент, когда со мной вот-вот что-то должно случиться, но я точно знаю, что произойдет. Этот сон преследовал Каллет в течение 15 лет. С тех самых пор, как она стала жертвой насилия. В разных снах сюжет может меняться, но тема всегда одна и та же. Я абсолютно беспомощна перед человеком, который собирается совершить насилие, надругаться надо мной и потом убить. Я всегда думаю, это он, он пришел за мной. Настал мой черед. Надежды нет. Когда она обратилась ко мне, она просыпалась по 3-4 раза за ночь, в таком ужасе, вся в холодном поту, что ей приходилось переодеваться, а иногда даже менять простыни. По мнению доктора Картрайд, сны Каллет застряли на первой стадии. Сцена насилия проигрывалась в кошмарах, но спящий мозг был не способен создать новые сны, чтобы помочь ей справиться с психологической травмой. Если бы Каллет удалось забыть об изнасиловании, сны отпустили бы ее. Прежде всего, она узнала, что это ее сны, что она сама их создает, значит, она может их изменить. Если вам не нравится сон, определите, что именно вас в нем не устраивает, и сделайте противоположное. Такие инструкции я дала ей для начала. По словам доктора, каждый человек может изменить свои сны и таким образом повлиять на свою жизнь. Имеется в виду реальная жизнь. Так что, если во сне вас преследует ощущение беспомощности, и если вам удастся это изменить, то вместе с тем вы повлияете на я. Я, конечно, ей сказала, что не очень-то в это верю. Каллет была убеждена, что не может контролировать свои сны, и понятия не имела, как ей удастся их изменить. Но, как ни странно, через несколько ночей сон начал меняться. Было такое впечатление, как будто голос доктора Картрайт проник в сон. Казалось, что кто-то говорит мне что-то иное. То, что я узнала на сознательном уровне, просочилось в сновидении без каких-либо направленных действий с моей стороны. Вместо того, чтобы пытаться убедить нападавшего, я внезапно ужасно разозлилась и со всей силы ударила его по голове. Насколько я помню, предмет был не очень тяжелым, и мне показалось, что я не причинила вреда насильнику. Но, по крайней мере, я хоть что-то сделала, и это было совсем по-другому. Раньше я никогда не пыталась дать ему отпор, а в этот раз дала. С тех пор мне снились уже совсем другие сны. То есть, когда я, наконец, дала нападавшим отпор, или мне удалось ускользнуть от них, мне перестали сниться кошмары. Колет уверена, что эта победа над сновидениями помогла ей изменить жизнь. Без каких-либо сознательных усилий она стала избавляться от страха перед мужчинами. Пока я не справилась с этим страхом, он оказывал большое влияние на мою жизнь. Я никогда не ходила на свидания, не делала ничего подобного. А сейчас я замужем. Никогда не думала, что однажды смогу довериться мужчине. Сны помогают нам совладать с самыми глубокими страхами. Но это не единственное их предназначение. Существуют доказательства того, что при определенных обстоятельствах они могут предсказывать события, которые пока не произошли. Пророчество снов Случай с Роуз был записан ведущим специалистом по исследованию мозга. Однажды ночью в 1926 году Роуз увидела страшный и необычный сон. Ей приснились ангелы и статуи, и сама она была живым, мыслящим, каменным извоянием. Проснувшись на следующее утро, она обнаружила, что сон сбылся. Она стала жертвой недуга, названного сонной болезнью. Не считая нескольких недель в 1960-х, когда ее ненадолго оживили при помощи препарата Элдопа, последующие 40 лет она провела практически без движения. Есть много свидетельств, что сновидения предсказывали болезнь. Специалист по снам, доктор Патрисия Гарфилд, слышала несколько таких историй непосредственно от тех, кому снились эти сны. Я работала с женщиной, которой приснилось несколько снов, в которых все как бы застыли. Люди в комнате стояли, как статуи, никто не шевелился. Оказалось, что у нее развивался гипертиреоз, и процесс метаболизма у нее в организме замедлился. Одной беременной женщине приснилось, что ее мать кладет ребенка, еще не родившегося ребенка, в холодильник. Потом выяснилось, что женщина родила мертвого ребенка. То есть ее организм каким-то образом почувствовал холод погибшего плода. И еще один случай, который сильно меня поразил. Женщине снился один и тот же сон, повторяющийся сон, что волки раздирают ей желудок. Честно говоря, это очень необычная картина, и мало кому такое снится. Но вскоре после этого ей поставили диагноз «рак желудка». Все эти рассказы могут показаться надуманными, возможно, это лишь совпадение. Но специалисты по исследованию сна уверены, что таким сновидением существует объяснение. Вероятно, во время быстрого сна чрезвычайно активный мозг улавливает изменения, происходящие в организме, еще до того, как о них станет известно сознанию. Ночью, когда вокруг тихо, мы не загружены визуальными и слуховыми образами, которых полно днем, и тогда подсознание может обратить внимание на организм. Проверить его, посмотреть, может что не в порядке, и ночью создать образ, отображающий неполадки. Говорят, что Гиппократ, отец медицины, всегда спрашивал своих пациентов, что им снилось, потому что знал, что может из снов получить какие-то важные подсказки об их физическом состоянии, о том, какие у них могут быть проблемы с медицинской точки зрения. Кажется странным, что мы можем догадываться о болезни по сновидениям, но это установленный факт. На мой взгляд, очень важно знать образы, сигнализирующие об угрозах для организма, которые могут встречаться в сновидениях. Был случай, когда спящий мозг одного мужчины почувствовал перемены в организме, хотя тот вообще был не в состоянии проснуться. Ближе к концу 90-х Джеффри Линн, журналист из газеты «Обзервер», лег в больницу на обычную операцию. Во время операции начались неожиданные осложнения, вследствие которых Линн впал в состояние кома. Я помню, что попал как бы в мир сновидений, состоявший из двух частей. Одна половина была абсолютно белой, а вторая абсолютно черной. Темный мир был черным, как смоль, а белой, как будто смятым, как смятые простыни. Эти состояния менялись. Сначала один мир, потом другой. Это был очень долгий, ужасно запутанный сон. Линн находился без сознания. Теоретически он не мог узнать, что с ним происходило. И тем не менее, сон начал отражать физические изменения, которые он претерпевал. Львиную долю сна я был парализован и не мог говорить. Это было очень необычно. А в другой момент я оказался на южном берегу Франции. Там была мадам Тэтчер. Она потеряла голос. И что самое ужасное, я, журналист, не мог говорить, а значит, не мог донести миру эту удивительную новость. В другой момент, помню, я оказался в театре. И не мог уйти со своего места, потому что был парализован. А еще очень долго меня возили по каким-то местам в кровати, потому что я был парализован и не мог двигаться сам. А в другой раз, когда меня везли по Северной Канаде, все на той же кровати, она почему-то сломалась. А я лежал парализованный и знал, что нахожусь при смерти. А еще я находился на севере Канады и знал, что рано или поздно я свалюсь с кровати и умру на морозе. Четыре недели спустя к Лину стало возвращаться сознание. И когда он, наконец, пришел в себя, то узнал, как и пациенты Патрисии и Гарфилд, что его сны сбылись. Очнувшись, я оказался паралитиком. Мог двигать только губами, глазами и кончиками пальцев, а вскоре и кончиками пальцев уже не мог шевелить. А еще я не мог говорить, потому что мне сделали трахеотомию, и я дышал через шею. Воздух не проходил через гортань, и я не мог издавать ни звука. Это было ужасно. В последний раз, когда Лин находился в сознании, он был относительно здоровым человеком средних лет, которого готовили к обычной операции по исправлению заворота кишок. Очнувшись, он не мог ни двигаться, ни говорить. Но, как ни странно, он не чувствовал страданий. Самым необычным в этом сне было то, насколько он оказался милосердным, и как хорошо подготовил меня к состоянию, в котором я очнулся. Вам может показаться, что это ужасно, перейти из одного состояния в другое, без какого-то переходного этапа. Но, на самом деле, сон полностью меня к этому подготовил. Я знал, каким буду, когда очнусь, потому что я таким уже был. Очнувшись от комы, Джеффри Лин полностью выздоровел. По натуре он скептик, но, как и Калет Донахью, верит, что сны имеют какое-то назначение. Они помогли ему справиться с одолевшей ее на напастью. Еще до того, как сознание получило информацию о том, что произошло. И в менее драматических ситуациях сны служат для этого всем нам. Независимо от того, в курсе сознания о наших заботах или нет, сны помогают нам справиться с нашими страхами. Судя по исследованиям профессора Картрайт и ее коллег, без снов мы лишились бы психологического равновесия. Может, это и правда, хотя бы отчасти, что мы спим, чтобы видеть сны. Но в истории Джеффри Лина есть еще один аспект, который данная теория не может объяснить. Кома – состояние, в котором, как считается, сознательное мышление невозможно. Больные находятся в коме, не открывают глаз, поэтому не видят, что их окружает. Именно из-за этого сложно понять последний сон Лина. Когда я лежал парализованный, то неожиданно увидел свою жену. Мы разговаривали, и она сказала что-то вроде «ты справишься». Я ответил «не уверен». А она стала убеждать меня, что я смогу. Я опять ей возразил, что «нет, я так не думаю». А она говорит «давай спросим у доктора». И у кровати неожиданно появился врач. Он сказал что-то очень обнадеживающее, и я повернулся к жене и сказал «ну ладно, тебе нужно идти. Ступай домой». Очнувшись, я увидел того врача, им оказался ассистент из интенсивной терапии доктор Дэвид Тричем. То же лицо, тот же голос, тот же белый халат. Как я получил эту информацию, не знаю, но до этого сна я никогда его не видел. Записи свидетельствуют, что Лин не открывал глаз во время кома. Каких-то четких объяснений тому, как в его сне появился образ человека, с которым он прежде не встречался, нет. Однако некоторые ученые полагают, что сон – это измененное состояние сознания, в котором возможно получить информацию, недоступную обычным органам чувств. На следующей неделе мы исследуем, насколько справедливы эти утверждения. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТАЙНЫ СНА Пока мы спим, наше сознание отрезано от внешнего мира, и большую часть ночи мозг пребывает в состоянии покоя. Но с регулярными полуторачасовыми интервалами мы вступаем в фазу быстрого сна, когда мозг более активен, чем в состоянии бодрствования. Причина такой буйной активности в тот период, когда, казалось бы, мозгу нечего делать – один из самых сложных вопросов, поставленных перед современной наукой. Однако сейчас стали появляться свидетельства, что в стадии быстрого сна мозг находится в смешанном состоянии сознания, в котором посылает и получает информацию способами, неизученными до сих пор. Ощущение внетелесного существования явление более распространенное, чем может показаться. По данным опросов, от 19 до 27% людей утверждают, что с ними такое было. Такие ощущения часто ассоциируются с предсмертными. Но на самом деле они гораздо чаще появляются во сне. Возможно, это просто сон о том, как человек покидает свое тело, однако те, кто испытал эти ощущения, утверждают, что все происходило наяву. Когда это произошло, я не спала. Я бодрствовала, когда все началось, и не спала, когда закончилось. А так как я знаю, что бодрствовала, это не могло быть сном. Если бы это произошло с вами, и вы почувствовали бы, насколько это реально, то вы были бы уверены, что происходящее не сон, человек ничего не выдумывает. Все кристально и ясно. Психолог и специалист по исследованиям сна доктор Чарльз Тарт с 1960-х годов занимается изучением ощущения внетелесного существования. На этот счет существует две теории. Первая – это ощущение внетелесного существования. На самом деле, то, чем кажется. Действительно, есть реальное ощущение, что душа покидает тело и отправляется куда-то. Сторонники другой основополагающей теории утверждают, что это невозможно, что это просто очень явственный сон, в котором человеку кажется, что он находится вне собственного тела, и что сохраняет ясность сознания. Но на самом деле этого быть не может. В 1966-м доктор Тарт начал проводить ряд экспериментов в Калифорнийском университете. В этом году одна давняя приятельница сказала ему, что с детства испытывает ощущение внетелесного существования. Она была уверена, что абсолютно нормально, отправившись спать несколько минут, парить под потолком, затем проснуться и пойти в школу. Ей казалось, что все испытывают то же самое. Она никогда не читала об ощущениях внетелесного существования или чем-то подобным и была совершенно наивна в этом смысле. Поэтому я подумал, что было бы неплохо узнать мнение человека неподверженного влиянию всеобщих убеждений. Невозможно предсказать, когда вас посетит ощущение внетелесного существования. Прежде никому еще не удавалось зафиксировать это явление в лаборатории. А та женщина давала нам возможность узнать, что происходит с мозгом во время такого опыта. В лаборатории Тарт высоко над кроватью закрепил полку. Женщине прикрепили электроэнцефалографические датчики для измерения активности мозга и отправили спать. Уложив ее в кровать, я выходил в другую комнату. При помощи таблицы случайных чисел я получал произвольную последовательность из пяти цифр, которую записывал на бумажке. Затем я опускал эту бумажку в непрозрачный конверт, входил в комнату и клал ее на полку, прикрепленную под потолком. Таким образом, число не было видно человеку, находившемуся в комнате, а тем более лежавшему на кровати. Однако, если бы он осматривал комнату сверху, то смог бы ясно прочесть номер. Также я поставил рядом часы и попросил ее, что, конечно, звучит нелепо, если она покинет тело, переместится в положение, чтобы не только увидеть и запомнить число, но и обратить внимание на время, а также проснуться сразу после этих ощущений. Таким образом, я бы точно знал, когда с ней это происходило. Тарт каждый день менял номер. Первые три дня женщина говорила, что ночью чувствовала, как будто покидает тело. Однако, назвать число она не могла. Она утверждала, что, пребывая вне тела, находилась в другой части комнаты или за пределами здания или что-то в этом духе. Она не могла назвать чисел, потому что не видела их. На четвертую ночь испытуемая внезапно проснулась в 3 часа 35 минут утра. Она сказала, что только что находилась вне телесной оболочки и поднималась к потолку. По ее словам, она видела число. Она совершенно точно назвала цифры. 2, 5, 1, 3, 2. Возможность угадать последовательность из пяти цифр невероятно мала, поэтому я был, мягко говоря, потрясен. Тарт изучил электрическую активность мозга женщины по электроэнцефалограмме. В тот момент, когда она по утверждению покинула тело, характер волнограммы коренным образом менялся. За годы работы я изучил немалые электроэнцефалограмм спящего человека, но ничего подобного мне видеть не доводилось. В период ощущения внетелесного существования мозг женщины излучал альфа-волны. Обычно мозг человека вырабатывает такие волны в состоянии бодрствования, и их нечасто можно увидеть во время сна. Похоже, пока женщина спала, часть ее мозга была столь же активна, как в состоянии бодрствования. Каждый, кто знаком с характером электроэнцефалограммы спящего человека, глядя на эти, назвал бы их странными. Обычно я такого не встречал. Вскоре после той ночи женщина переехала, и Тарт потерял с ней связь. А значит, эксперимент больше не повторялся, и скептики начали поговаривать, что все это могло быть простым надувательством. Она никак не могла увидеть числа до того, как я клал их на полку. Бумажка с цифрами не была, видна ни мнение ей. А не могла эта женщина каким-то образом залезть наверх, чтобы подсмотреть злополучное число? Она не могла встать на кровати, чтобы подглядеть число, потому что для того, чтобы сделать это, ей пришлось бы отсоединить от головы все электроды, и при этом нужно было бы преодолевать такое сопротивление, что от резких движений вся комната была бы залита чернилами. Такое было бы невозможно не заметить. Я был бы весь в чернилах. Примерно в то же время, когда Тарт занимался исследованиями ВТС в Калифорнии, Стэнли Крипнер начал проводить опыты в лаборатории сна в Нью-Йорке. Он прочел об эксперименте Тарта и обратил внимание, что скептикам было бы сложно поставить опыт под сомнение. Как эта женщина могла бы добраться до чисел? Единственный критический отзыв, не лишенный смысла из тех, что я слышал, предполагал использование складного зеркальца, которое могло быть у женщины с собой. Она смогла достать зеркальце и поднести его к числам, затем, в темноте, направив луч маленького фонаря на зеркальце, увидеть цифры. Вот что могло бы произойти. Это единственный вариант. Раз уж мы об этом заговорили, можно, в принципе, сказать, что я все выдумал, но, признаюсь честно, когда люди думают, что я вообще все наврал, я воспринимаю это как комплимент. Насколько хорошо был проведен эксперимент, что критики опускаются до такой крайности. Но если результаты были подлинными, то напрашиваются удивительные выводы. Неужели действительно сознание может покидать физическое тело? Крипнор решил провести эксперимент и постарался повторить результаты Тарта. У нас был один студент-медик, утверждавший, что довольно часто испытывает ощущение внетелесного существования. Что ж, сказали мы ему, проверим. Приходи в лабораторию, и каждую ночь мы будем класть картинку на полочку над твоей кроватью. Никто не будет знать, что это за картинка, потому что она будет полностью накрыта, пока мы не снимем покров и не увидим, сможет ли она тебе каким-то образом присниться. На четвертую ночь Крипнор заметил внезапную перемену электроэнцефалограммы мозга юноши. Во время сна у него появились альфа-волны. Он проснулся и сказал, что покидая тело, по его словам, на картинке был изображен рассвет, и действительно, в названии картины присутствовало слово рассвет. Все мы знаем, каково бывает увидеть кошмар. Но для жертв таинственного заболевания сами эти кошмары становятся сущей явью. Это было во сне. Я спала, и мне снилось, как будто я проснулась во сне. В ту ночь я спал довольно хорошо, но затем около четырех часов утра все произошло. Я понял, что полностью проснулся. Внезапно я почувствовал, что у кровати находится что-то зловещее, страшная тень, которая нависла над кроватью и тянула за постельное белье. все было именно так. Я проснулся от холода. Открыв глаза, я понял, что не могу пошевелиться. И в следующее мгновение я почувствовал, как меня вытаскивают из кровати. Я был не в состоянии пошевелиться. совершенно неожиданно эта тьма навалилась на меня, придавив поперек туловище в районе груди. Ужасное ощущение. Там никого не было. Я имею в виду людей. Но присутствовало нечто сверхъестественное. И оно собиралось причинить мне вред. Оно полностью овладело мной. И я ничего не мог сделать. Я приготовился к смерти. Честно говоря, я думал, что это сама смерть. Если бы я просто лежал и позволил собой завладеть, я бы уже был мертв. если хотите знать мое мнение, я бы сказал, вовсе не желая показаться выжившим из ума, что это был не сон. Все было слишком реально, чтобы оказаться сном, слишком правдиво. Я бы хотел, чтобы этого не было, но это произошло, это случилось на самом деле. Я полагаю, что это была какая-то мистическая сила. не знаю, что это было. Нечто сверхъестественное. Первым из ученых в случае ночных посещений исследовал профессор Дэвид Хаффорд из университета Пенсильвании. В 1970 году я поехал в Ньюфаунленд, Канада, чтобы изучить там традиционные верования сверхъестественные. Я походил, поговорил с людьми и узнал предание о старой ведьме, об ужасных вещах, происходивших с людьми по ночам. Если к человеку ночью приходит старая ведьма, он просыпается, но не может пошевелиться. При этом в комнате кто-то находится, то, что иногда и называют ведьмой, и давит на него. Жители Ньюфаунленда, знавшие это предание, говорили, что если это продолжается достаточно долго, и если ведьме не помешать, она может убить человека. Профессор Хаффорд решил узнать побольше. Вернувшись в США, он провел опрос, целью которого было выяснить, просыпался ли кто-нибудь когда-нибудь парализованным с ощущением присутствия в помещении необъяснимых сил. К своему удивлению, он узнал, что подобное случалось почти с каждым пятым. Большинство из них никому об этом не рассказывали. Некоторые делились с супругом или родителями. Парочка рассказывали, что беседовали об этом со священником или раввином, но абсолютное большинство, процентов 90-95, не говорили об этом никому. По моему опыту, эти люди боятся не того, что сходит с ума, а того, что если расскажут кому-то о пережитом, их сочтут сумасшедшими. И хотя такие случаи похожи являются запретной темой в современной Америке, люди описывали их сотни лет. В средневековой Европе демон, приходивший по ночам, парализовал человека и давил на грудь жертвы. Изначально англосакское слово night may кошмар означало нападение ночного демона. Подобные случаи имеют очень давнюю историю. У меня есть примеры из тех времен, когда появились исторические записи. В культурах всего мира есть предания о паралитических атаках. Я не знаю ни одной культуры в любой части света, которая бы не содержала, как оказалось, множество преданий об этом явлении. в любой туманах. Так как упоминание об этом явлении можно найти в любой культуре по всему миру, я мог предположить, что существует оно так же долго, как о человечестве. Хаффорд собрал буквально тысячи таких историй. В каждой культуре этому явлению давали свое название, обычно приписывали его проделкам демонов или ведьм. Но как бы их ни трактовали, все эти истории, похоже, описывают один и тот же опыт. Хаффорд решил назвать это явление паралитическими атаками. Он обратил взор на народные верования наших дней. Совершенно неожиданно я проснулся в три часа утра, в панике, охваченной ужасом, парализованной. Я точно знал, что происходит. В помещении находились три существа. Я видел всю комнату, сознание было ясным, я полностью проснулся, но не мог пошевелиться. Может от страха, я не знаю, а может они что-то сделали, чтобы лишить меня возможности двигаться. Одно существо прошло по комнате, как обычный человек, приблизилось ко мне и склонилось прямо над лицом. То состояние страха, в котором я находился, даже сложно описать. Какое-то примитивное животное чувство. Я помню, что это существо каким-то образом вбило мне что-то в ухо и все исчезло. Я очнулся только в 8 утра. Три или четыре часа стерлись из моей памяти. Я не знаю, что на самом деле случилось. Марк Рудли убежден, что его посещают и на нем проводят эксперименты и инопланетные существа. По его словам, они приходят по ночам к нему в спальню с детства. Вы один, вокруг тихо и темно. Вы уязвимы. Они запросто могут войти и сделать что угодно, а вы даже знать об этом не будете, потому что уже спите. Они приходят и парализуют вас, пока вы спите, а потом вы просыпаетесь уже в ловушке. И они вас забирают. Но никто об этом не знает, никто даже ухом не поведет, потому что все спят. Думаю, поэтому. Логично, правда? В Ньюфонленде человек, который просыпается, слышит звук приближающихся шагов, улавливает угрозу, исходящую от таинственных сил, чувствует давление на грудь, говорит, ко мне прошлой ночью приходила старая ведьма, кто-то хочет напустить на меня злые силы. А другой человек в США, который не знает или не верит в колдовство, когда испытывает то же самое чувство, слышит чьи-то приближающиеся шаги, чувствует давление, испытывает ужас, может сказать, прошлой ночью меня похищали инопланетяне. По данным уфологов, 95% людей, заявлявших, что их похищали инопланетяне, описывают странного гостя, который появляется ночью в спальне, чтобы лишить их возможности двигаться. По описанию, очень похоже на паралитическую атаку. В 1995 году был проведен опрос, имевший целью определить, насколько распространены похищения инопланетянами. На главный вопрос, помните ли вы, что проснулись ночью парализованным с ощущением присутствия в помещении таинственных сил, 18% опрошенных ответили положительно. И уфологи сочли это доказательством, что инопланетяне посетили до 30 миллионов американцев. Но Аффорд считает более вероятным объяснение, что все они стали жертвами паралитических атак. Я встречал в исторических документах рассказы людей о том, как их изводили ведьмы, и не так давно люди говорили мне о том, что к ним прилетали инопланетяне, а я уверен, что речь идет об одном и том же явлении. Я нисколько не сомневаюсь, что многие люди, уверенные о какой бы то ни было причине, что их похищали инопланетяне, на самом деле перенесли не что иное, как классическую паралитическую атаку. Но тот факт, что похищения инопланетянами перекликаются с преданием о старой ведьме, не объясняет природу самих атак. Что их провоцирует? Может, их жертвы имеют психологические проблемы? Или существует научное объяснение этому явлению? Хаффорд был убежден, что ответ будет найден в лаборатории сна. Электроэнцефалографический аппарат измеряет активность мозга во время сна. Большую часть ночи мозг отдыхает. Отсутствие активности обозначается медленными, плавными волнами. Но каждые 90 минут начинается фаза быстрого сна. Мозг развивает бурную деятельность, и медленные волны сменяются более резкими и быстрыми движениями. Сейчас мозг видит сны. В период быстрого сна наши мышцы парализуют, чтобы мы не могли проигрывать сновидение. Специалисты называют это состояние сонным параличом. Это происходит с нами всякий раз, когда начинается фаза быстрого сна. Хаффорд обратил внимание, что паралич является общей чертой при атаках и быстром сне. Может быть, видения старой ведьмы были лишь с нами? Единственное слабое звено этого объяснения в том, что жертвы были убеждены, что не спали. Кто-то может сказать, что это был кошмарный сон, а я утверждаю, что это реальность. Это было на самом деле. Это была абсолютно реальная ситуация, вовсе не похожая на сон. Я не могу снять мою сон. Электроэнцефалограмма мозга, снятая во время паралитических атак, отражает элементы и бодрствования, и быстрого сна. Жертвы впадали в смешанное состояние сознания. Они бодрствовали, могли видеть и слышать все происходившее вокруг них. И в то же самое время они были парализованы и видели сны. Во время этих экспериментов люди точно воспринимали окружающую обстановку. Но в то же время они зачастую могли различить какие-то таинственные силы, что казалось невозможным, определенно странным. Можно не без оснований полагать, что они спали и бодрствовали одновременно, то есть, другими словами, видели сны наяву. И, назвав это смешным состоянием сна и бодрствования, хороший способ его определить. Но Хаффорд не мог отделаться от мысли, что в этом научном объяснении есть пробел. Если эти ощущения были лишь иллюзией, то неужели все видели один и тот же сон? Вполне возможно, ощущение присутствия чего-то злого было спровоцировано страхом от того, что человек просыпался парализованным. Но маловероятно, чтобы отдельная эмоция могла вызвать такое поразительное сходство в истории. Самое странное в этой ситуации, что если спросить сотню разных людей о том, что им недавно снилось, получишь сто различных рассказов. А если спросить сотню людей о последней паралитической атаке, то складывается впечатление, что все они видели один и тот же сон. Рассказы не идентичны, но в описании это очень сложно объяснить. В развитых странах большинство людей никогда не слышали о старой ведьме или ночном демоне, и тем не менее, они описывают ощущения буквально те же, что бывают при нападении старой ведьмы. 80% были убеждены, что в помещении проникали какие-то таинственные злые силы. Многие говорили, что им давили на грудь. Большое число людей слышали шаги или даже дыхание. Профессор Хаффорд выделил более 30 общих элементов при атаках. Звук шагов, чувство давления, ощущение, что это зло. Такие случаи бывали по всему миру. Я осознал, что не могу пошевелиться. Что-то придавило меня, и я не могла двигаться. Я не мог пошевелить ни единой мышцы. Я был полностью парализован. Я знал, что там кто-то был. Людей в комнате не было. Там было что-то сверхъестественное. Я действительно чувствовал эту темную фигуру. Если бы я просто лежал, то погиб бы. Меня бы уже не было. Я была уверена, что умру. Честно говоря, я думал, что это сама смерть. Если бы мы слышали множество разных рассказов, то я бы сказал, что объяснение меня устраивает, потому что именно так происходит, когда человек спит. Но так как во всех свидетельствах есть столько общих подробных деталей, никто пока так и не смог предоставить убедительного объяснения. Я читал некоторые теории, они не выдерживают критики. Жертвы атак убеждены, что их посещали некие таинственные силы. В современном рациональном мире мы считаем это невозможным. Но может, из-за того, что мы так мало знаем о деятельности спящего сознания, атаки до сих пор остаются тайной для науки. Со стародавних времен люди верили, что сны обладают мистической силой. Они считались воротами в духовный мир. Во сне было возможно получить информацию о событиях, происходящих далеко или даже в будущем. Это убеждение живет и по сей день. Такое впечатление, что сон, который я видела, прервался, и неожиданно передо мной появилась сестра. Она сказала, на сей раз это действительно происходит. «Помоги мне». Это действительно так. Он больше не шутит. Проснувшись на следующий день, я позвонила ей, и оказалось, что в тот момент, когда мне снился сон, мужчина, с которым у нее было свидание, пытался ее изнасиловать. Я помню только, что была на корабле. Не знаю, что это был за корабль, но я точно была на корабле. Было очень темно и ужасно холодно. А еще вокруг было полно воды. Вода была повсюду и даже внутри корабля, на палубе которого я находилась. Я проснулась, села с чашкой кофе перед телевизором, и из новостей узнала, что паром затонул. Это был Геральт оф Фри Энтерпрайз. И то, что я увидела по телевизору, была картинка из моего сна. Около 50% людей утверждают, что видели телепатические сны, из которых каким-то образом, без использования обычных органов чувств, получили информацию. Но о таких снах почти всегда вспоминают после того, как снившееся событие произошло. Поэтому специалисты по снам не могут сказать, есть ли здесь повод для размышлений. Возможно, это совпадение. Нам что-то снится по много раз за ночь. И рано или поздно один из наших снов просто по случайности совпадает с тем, что кто-то из наших знакомых думает или делает. Я уверен, что именно так всегда и происходит. Существует множество очень традиционных способов объяснения телепатических снов, и мы хотим исчерпать все возможности, прежде чем поверим в вероятность того, что нечто действительно было аномальным, особенным, экстраординарным, достойным внимания. Когда в обыденной жизни случается экстрасенсорное восприятие, обычно это происходит в так называемом измененном состоянии сознания. Именно по этой причине, начав исследование ЭСВ, мы работали над телепатическими снами. 30 лет назад Стэнли Крипнер провел серию экспериментов, которые, как он надеялся, смогут ответить на вопрос, существуют ли телепатические сны или это выдуманное явление. Эти эксперименты, ставшие известными как маймонитские исследования, дали одни из самых поразительных результатов в истории науки о сне. Когда появилась технология исследования быстрого сна с помощью электроэнцефалограммы, мы подумали, почему бы нам не исследовать этот вопрос с научной точки зрения. Это явление упоминалось буквально в каждой культуре с незапамятных времен. И как и любые другие свидетельства или человеческий опыт, оно определенно достойно нашего пристального внимания. Что бы мы ни узнали, оно точно того стоило. План был прост. Крипнер хотел узнать, может ли так называемый оператор, психолог, запертый в другой части лаборатории, телепатически влиять на сны испытуемого. Роберт Ван де Кассел, исследователь снов, известный своими телепатическими снами, стал одним из первых реципиентов. Я поехал в Бруклин, где находился человек, с которым мне предстояло работать. Я был получателем или реципиентом, как это называется. Другой человек должен был выступать в роли оператора, тот, кто смотрел бы на картину и пытался телепатически переслать или передать мне изображение. Обычно я недолго общался с этим человеком, мы могли немного пройтись, зайти в аптеку, выпить Кока-Колу, чтобы между нами возник хороший резонанс. Они могли приятно провести время, пообедать вместе или поужинать, чтобы установить контакт, немного узнать друг друга. Затем их разделяли. Меня укладывали в одной спальне, прикрепляли многочисленные электроды к голове, вокруг глаз, на подбородок и так далее. Затем двери запирали, и я оставался в помещении на всю ночь. Психологу давали запечатанный конверт, в котором находилась какая-то картинка, выбранная случайным образом, путем бросания костей. С этим запечатанным конвертом они уходили в дальнее помещение больницы. Там их запирали на ночь, и как только двери закрывались, они могли распечатать конверт и посмотреть на картину. Затем в течение ночи они должны были смотреть на картину, пытаться на ней сконцентрироваться, изучить ее как можно подробнее, а затем отправить или передать ее мне, спящему в дальней части больницы. Один из наших психологов провел большую часть ночи, глядя на картину, и пытаясь представить ее или передать изображение в сновидение спящего реципиента. Мы внимательно следили за электроэнцефалографическим аппаратом на предмет того, какие типы волн излучает объект и как движутся его глаза. Как только глаза начали подергиваться, мы поняли, что он видит сны. Майкл, проснись. Скажи себе, сейчас снилось что-нибудь? Да. Я был в цирке и смеялся над клоуном. В большом красном костюме. Я видел сны. Потом кто-то звал меня по имени, говорил, «Эй, Боб, проснись!» и спрашивал, помню ли я, что мне снилось. А я рассказывал свои сны, и все это записывали на пленку. «Ладно, спасибо. Можешь спать дальше». Через полтора часа меня опять будили, я просыпался, и меня спрашивали, помню ли я свои сны. «Да», отвечал я, «Мне снилось то-то и то-то». Все это опять записывали. Так продолжалось всю ночь. Уже с первой ночи сны Ван де Касла начали меняться. Я прекрасно знал, что мне обычно снится. Знал, что увижу во сне, но мои сны изменились, потому что я многократно видел то, что мне обычно не снится. Мне виделось что-то очень чувственное, абсолютно бессвязное, не имевшее никакого отношения к тому, что мне обычно снится. Я знал, что в определенном смысле это не мои сны. В первую ночь в лаборатории Иван де Касла приснился молодой человек, одетый в длинное белое платье. Он принимал участие в какой-то католической церемонии. Во сне ритуал имел определенное государственное или историческое значение. Он происходил в месте под названием «Атлантик Бич». Во многих моих снах в ту ночь присутствовали образы мальчиков, певчих, какие-то церковные сцены, массивные распятия, кресты на больших белых свернутых флагах и тому подобное. Контрольной в ту ночь была картина Дали «Открытие Америки» Христофором Колумбом, на которой изображен молодой Колумб, мечтающий о будущем путешествии через Атлантический океан. На знамени, которое несет Колумб, нарисована Дева Мария. Католические священники несут кресты, направляясь к побережью Атлантики. Сходство между сном и картиной было поразительным. Если посмотреть на картину, то станет очевидно, что многие детали в моих снах соотносятся с такими же деталями на картине, которые мне передавали телепатически. Между многими отдельными элементами снов и тем, что изображено на картине, было явное соответствие. Поразительные сходства на этом не закончились. В следующие четыре ночи каждый сон Ван де Касла содержал ключевые элементы контрольной картины. Но на шестую ночь показалось, что сигнал, который он улавливал, был потерян. Я помню о той лишь ночи, когда я немногое увидел во сне. Мне не снились какие-либо образы, я не видел людей, ничего не происходило, поэтому я был уверен, что ничего не получилось. Ван де Касл был убежден, что почему-то потерял контакт с отправителем. После первого сна он смог вспомнить лишь что-то о доме. Тот же образ появился и во втором, и в третьем, и в четвертом, и в пятом снах той ночи. Я сказал, что, по моему мнению, на контрольной картине этой ночи нет людей, потому что за всю ночь мне так никто и не приснился. Я видел лишь пару небольших мрачных домиков, так что, если на этой картине нет людей, а стоят лишь тусклые домики, то мы прекрасно справились. Контрольной картиной в ту ночь была деревья и дома с Сезанна. Копии отчетов о снах Ван де Касла были отправлены группе независимых судей. Их задачей было сравнить сны с контрольной картиной той ночи. Они выставляли оценку в зависимости от того, насколько точно соответствуют сны картине. За шесть из восьми ночей, проведенных в Маймонидах, Ван де Касл получил единицу в яблочко. Вероятность того, что это могло произойти случайно, свыше миллиона к одному. Крипнер хотел убедиться, что надувательство невозможно. Три иллюзиониста приходили и наблюдали за нашей работой, просматривали исследовательские протоколы, способы, которыми мы пытались обеспечить надежность лаборатории. И они сказали, что не видят здесь никакой возможности мошенничества. Другие испытуемые в Маймонидах тоже показывали удивительные результаты. Одному приснилось, как он идет по французскому кварталу города. В другом сне он поднимался по холму, а в третьем сне встретил группу мужчин, одетых, как французские полицейские. Контрольной картины в ту ночь было сюрреалистическое полотно Шагала «Париж из окна», которое изображает холмистый парижский горизонт. В другой раз мы использовали картину японского художника Хирошиги под названием «Ливень в Шоно», на которой изображен замерзший человек с маленьким зонтиком над головой, который поднимается на японскую гору. Психолог не просто смотрел на картину, ему пришлось принять в ту ночь ледяной душ. Вот ведь в чем дело. Испытуемому снялась Япония, сильный дождь, гора, он увидел во сне все, что было изображено на той картине. В целом, исследования в Маймонидах длились почти 10 лет. Крипнер с коллегами задействовали сотни людей в качестве получателей. Это было самое систематическое исследование телепатических снов за все время. Мы нашли доказательства аномального явления, то, что было очень трудно объяснить обычными категориями. Если человеку хочется использовать для объяснения слова телепатия, пожалуйста. Самое главное, мы утверждаем, что это явление обходит все законы теории вероятностей. Иногда с результатом 20 к 1, иногда 100 к 1, иногда 1000 даже к 1. Из-за недостатка финансирования программа Маймоницкого университета завершилась в 1972 году. С тех пор не было даже попыток исследования подобного масштаба и работа была практически проигнорирована ученым сообществом. Но потом, зимой 1995-го, доктор Дин Рейдин, статистик из университета Невады, решил снова взглянуть на данные Маймоницких исследований. Это были тысячи отдельных экспериментов. Рейдин знал, что с точки зрения статистики, чем больше количество экспериментов, тем выше степень достоверности результатов. Взяв на вооружение эту идею, он просчитал вероятность случайного совпадения картины снов. Ученый никогда не бывает ни в чем абсолютно уверен. Но мы можем определить вероятность того, правдиво утверждение или нет. Шанс случайного совпадения того, что мы видели в этих исследованиях, равен 75 миллионов к одному. И это позволяет нам сказать, что такую вероятность мы не можем полностью исключить. есть один шанс из 75 миллионов, но такая вероятность ничтожно мало. Если бы мне пришлось держать пари и делать выбор, если бы мне пришлось выбирать одну из сторон, я бы поставил на то, что в этих экспериментах мы действительно имеем дело с телепатией. Но как это действительно можно объяснить? Почему вероятность появления телепатии выше во сне, нежели наяву? Что такого особенного в сонном состоянии? Вот что интересно. В Маймонидах была разработана техника, известная как гансофельдское поле, позволяющая воспроизвести состояние сна во время бодрствования. Сейчас этот способ используется для воспроизведения первоначальных исследований экстрасенсорного восприятия. В гансофельдских экспериментах мы погружаем человека в состояние чувственной депривации, для чего кладем два шарика для пинг-понга на глаза и светим ему лицо красным светом. В наушниках, которые ему надевают, слышится белый шум. Человек направляет все внимание внутрь себя, игнорируя внешние раздражители. Внезапно он становится очень восприимчивым внутренним идеям и образом. Примерно в течение 20 минут мы просим его рассказывать о возникших у него идеях и мыслях. Я продолжаю подниматься в небо и вижу острова. Острова. Тем временем, кто-то другой в соседней комнате концентрируется на контрольном образе. Это может быть картина, открытка или видеоклип. Нас интересует только соответствие между природой и контрольным образом и того, что говорит человек в гансфельдском поле. В гансфельдских экспериментах, таких как приводившиеся в Университете Эдинбурга, совпадения между двумя контрольными видеоизображениями и воображаемыми образами рецепиента последовательно превышают вероятность. Мы видим в гансфельдских экспериментах, что показатель эффективности моих исследований равен 47%, то есть почти вдвое выше, чем можно ожидать случайно. Если это и совпадение в данной лаборатории, то это также поразительное совпадение, которое имеет место во всем мире. Это не результат одного эксперимента. Множество людей проводят массу исследований, создавая невероятно убедительную базу данных. Эксперименты по экстрасенсорному восприятию дали определенный результат, а гансфельдские эксперименты привели практически к тому же результату. И в тех, и в других исследовалась телепатия и тот факт, что результаты в обоих случаях схожи, очень убедительны. Когда доступ к внешнему миру перекрывается, мозг обращается внутрь, погружаясь в более глубокие уровни сознания. Это сознание, это состояние, очень близко к сновидениям, и оно позволило психологам предположить, что сенсорная депривация возможно ключ к пониманию телепатии. Можно представить себе это как амплитуду или спектр знания. Большую часть времени мы находимся наверху, на поверхностном уровне сознания. Но под ним происходит очень многое, причем до самой глубины. Во время сна и в гансфельдском поле на поверхностном уровне ничего не происходит, потому что органы чувств отключены, и мы можем обратить свой взор чуть глубже в спектр знания. Чем глубже мы погружаемся, тем больше получаем доступ к тому, о чем обычно не осведомлены или на что не обращаем внимания. Если экстрасенсорное восприятие существует, это, очевидно, не та большая способность, которую мы используем постоянно. В противном случае мы бы это заметили, и вокруг не было бы столько споров. Должно быть это нечто очень тонкое, и существует вероятность того, что мы можем получать такую пси-информацию в бессознательном состоянии. Чтобы получить к ней доступ, человек должен находиться в психологически тихом состоянии, которое может возникать, если мы спим или находимся в расслабленном или сонном состоянии, или в гансфельдском поле, когда отсутствуют внешние раздражители, и мы остаемся один на один со своими мыслями. Возможно, в таком случае старинные истории о психологических снах на самом деле доказывают, что глубоко в подсознании находится сила, которая и выливается в шестое чувство. Как это ни объясняй, маймонитские опыты подтверждают, что телепатические сны могут существовать в действительности. Господствующая тенденция в науке должна продвигать, подстегивать, развивать и прорабатывать то, что мы узнали во время экспериментов в области телепатических снов и гансфельдских экспериментов. Это чрезвычайно важно. Направление, в котором наука движется последние несколько сот лет, предельно согласуется с мировой точкой зрения, которая не только объясняла, но и полностью предсказала, что такие явления, как телепатия, должны существовать. Если появится новая наука осознания, она должна будет учитывать потенциал спящего сознания, получать информацию, недоступную нам в состоянии бодрствования. А пока мы лишь мельком увидели эти возможности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok